Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». А вы когда-нибудь мечтали о Porsche? Сотни тысяч нефанатов этой марки изменили своё мнение, когда появился здоровенный «Каен» и не ошиблись? Или всё-таки ошиблись? Хотите знать, с какими неприятностями могут столкнуться владельцы Porsche Cayenne 2. Не переключайтесь и обязательно досмотрите этот обзор до конца. Сразу поясним, что Porsche Cayenne – это не какой-то экстравагантный кроссовер, а очень чётко просчитанный автомобиль. Вы даже не представляете, с каким хладнокровием он сделан. Он быстрый и надёжный, как Хеклер, Унков, Гэзэкс, Ундхайсич и послушный и верный, как немецкая овчарка. А иначе и быть не могло. В начале 2000-х годов компания Porsche сделала огромный скачок вперёд из аутсайда и стала самой прибыльной автомобильной компанией. Не фанатам компании Porsche надо знать, что эти ребята из Штутгарта, как никто другой, знают, как на каркас кроссовера натянуть спорткар да так, чтобы все обалдели и реально возжелали этот автомобиль. Очень быстро Porsche Cayenne стал составлять конкуренцию кроссоверам BMW, Audi, Lexus, Range Rover и другим. Cayenne на сегодняшний день – это явно не штучный товар. Притом он не дешевле, не экономичнее и даже не выгоднее своих конкурентов. Cayenne во все времена был и остаётся дорогим автомобилем. Давайте сегодня разберёмся, оправдана ли это дороговизна или люди просто платят за бейджик Porsche. Кузов Porsche Cayenne прекрасно окрашен. Вопросов по лакокрасочному покрытию нет, но из-за трассовой езды уже при пробеге в 100 000 км передний бампер покрывается сколами и выглядит неважно. Передние фары не мутнеют, а вот в задних фарах может скопиться конденсат, либо попасть влага после мойки. Porsche Cayenne может удивить промокшими ковриками и залитыми блоками управления. Причиной этому – засорение дренажа под лобовым стеклом. Но чистить дренаж надо не только сверху, но и снизу. Со стороны передних подкрылков, сняв подкрылки на арках со стороны моторного щита, увидите что-то наподобие пробок. Это и есть слив дренажа. Слив должен быть чистым. Салон Cayenne сделан на зависть Mercedes и BMW. Во втором поколении этот кроссовер уложил на лопатки своих конкурентов. Хотя можно ли считать X5 и GLE конкурентами этому кроссоверу. Кожа на сидениях, пластик, обшивка дверей, обшивка кулисы, КПП, разнообразные кнопочки – всё это очень долго не обрастает следами износа и эксплуатации. В салоне никогда ничего не скрипит. Единственное, что может заскрипеть – вот эта решётка на центральной панели. Но эта проблема решается обклейкой ворсовой лентой. Также хлипкими являются язычки дефлекторов воздуховодов. В нашей машине они отломаны с обеих сторон. На этом замечания по салону заканчиваются. Остаются только комплименты. Это самый премиальный салон из всего премиума. Но надо сказать, что не все новоиспечённые владельцы Porsche сразу привыкнут к тому, что замок зажигания находится слева. Также тахометр находится по центру, а спидометр с меньшей шкалой находится слева. Но скорость можно считать по небольшому цифровому спидометру. И да, если у вас дизельный Cayenne, как в нашем случае, то тахометр размечен до шестёрки. Красная зона начинается с 4500 оборотов. Ну, так себе удовольствие смотреть на эти пенсионерские цифры. Моторная гамма у Porsche Cayenne максимально стройная. Она состоит из двигателей V6 и V8 – дизельных или бензиновых. Начнём с самого сладкого – бензиновых двигателей. Сразу же отметим, что это практически один и тот же мотор M45 и M48. М45 объёмом 4,5 литра появился ещё давным-давно на первом Cayenne. Затем он подрос в объёме до 4,8 литра и достался в наследство Cayenne II. Этот двигатель доступен в атмосферном и битурбированном варианте. Атмосферный вариант ставился на версии S и GTS до 2014 года. А вот битурбированный вариант, естественно, достался Cayenne Turbo и Cayenne Turbo S. После рестайлинга этот мотор начал развивать мощность 570 лошадиных сил. А в 2015 году появилась V6 – версия этого мотора. Она доступна только в битурбированном варианте и заменила атмосферные V8 на версиях S и GTS. Вообще у этих полностью алюминиевых двигателей дурная слава, потому что они на первом Cayenne оказались практически расходниками. Очень большая их часть отправлялась на свалку либо же перегильзовку из-за появления задиров на аллюсиловой поверхности цилиндров. Да, эта проблема возникала из-за неподходящего масла, из-за плохого топлива, из-за перегрева и из-за кучи других внешних факторов. Инженеры компании Porsche улучшили орошение поршней маслом, и проблема уже не такая явная на Cayenne второго поколения. Вообще использование оригинального масла, оригинальных фильтров обезопасит ваш Cayenne от этой проблемы на сотни тысяч километров. Вообще при покупке самого острого Cayenne настоятельно рекомендуется осмотреть все цилиндры эндоскопом. Если цилиндры сильно задраны, то мотор будет постукивать поршнями на холодную. Еще у этих моторов есть проблема с системой охлаждения. Многочисленные сочленения патрубков теряют герметичность. Вдобавок трескаются сами трубки. У моторов объемом 4.8 течь антифриза возникает по штуцерам между полукруглой распределительной легкосплавной трубкой и пластиковыми патрубками. Вдобавок эта легкосплавная трубка может треснуть. Проблема существует до сих пор. В США в прошлом году владельцы подали в суд на компанию Porsche, потому что эта проблема очень часто встречается, а чтобы ее решить, надо вынимать мотор. Porsche Cayenne второго поколения 2011 года поучаствовал в отзывной компании по замене винтов, которые крепят фазовращатели и самих фазовращателей. Дело в том, что винты оказались бракованные. К пробегу в 50 000 км они лопались, и фазовращатели отваливались с распредвала, и, естественно, такие моторы погибали. Кстати, улучшенные и дефектные винты очень легко определить. Дефектные винты имеют штифт в углублении под головку Torx, а улучшенные этого штифта не имеют, поэтому откручиваются любой головкой Torx. Цепи ГРМ на моторах объёмом 4.8 и на всех двигателей для Cayenne служат примерно 200 000 км. Нужно прислушиваться к их звону после холодного запуска и готовиться к замене. Кстати, привод ГРМ на всех моторах, которые разработала компания Порше, находится спереди, а на всех остальных моторах для Cayenne привод ГРМ находится со стороны трансмиссии. До 2015-го модельного года на Porsche Cayenne устанавливали двигатель объёмом 3.6 под обозначением M55. Это чисто volkswagen двигатель, по сути, VR6 с чугунным блоком. Он очень надёжный и с большим ресурсом. Всё, что ему надо, это замена масла каждые 7-510 000 км. Также иногда придётся поменять мембрану в системе вентиляции картонных газов, либо же маслоотделитель в целом. Этому двигателю требуется хорошее топливо, чтобы ТНВД не задрал плунжер, потому что это прямо впрысковый мотор. Ну и катушки зажигания не отличаются долгим сроком службы. Все дизельные двигатели для Porsche Cayenne – это продукты инженеров Volkswagen и Audi V8 на 381 лошадиную силу. Это аналог двигателя CKDA для Touareg и Q7. Это очень надёжный двигатель с большим ресурсом к пробегу в 250 000 км. На нём придётся поменять цепи ГРМ. Также до этого пробега, скорее всего, придётся поменять демпферный шкив коленвала и клапан EGR. Всё остальное в нём хорошо. Даже топливная система неприлично надёжная по сегодняшним меркам. Cayenne-дизель оснащается двумя немного разными моторами V6 объёмом 3 литра. Турбокомпрессор у них находится сзади в развале блока. Этот двигатель на 240 лошадиных сил был заимствован у Porsche Cayenne первого поколения. На Porsche Cayenne второго поколения встречается буквально в первые два года выпуска. Этот двигатель аналог CASA. Более распространённый дизельный двигатель на этом кроссовере мощностью 245 либо же 262 лошадиные силы. Это аналог мотора CRCA. Тоже очень надёжный и без явных недостатков. Но с годами может понадобиться ремонт привода вихревых заслонок, а также замена переднего сальника коленвала. Также надо будет устранить запотевание по крышке ГРМ, которая, к слову, находится со стороны трансмиссии, запотевание по клапанным крышкам, запотевание по трубке, по которой масло идёт к турбокомпрессору, а также из-под стакана масляного фильтра. Как и в любых немецких V6 здесь начинает подтекать теплообменник, который находится в развале блока. В редких случаях возможно течь антифриза по прокладкам ГБЦ из-за деформации самих головок. Течи и лужи в развале блока начинаются при пробеге в 200 000 км. К цепям ГРМ надо прислушиваться при пробеге более 200 000 км. Также возможны течи топлива из обратной магистрали, но это в редких случаях. В этом двигателе надо менять огнеупорные шайбы раз в 150 000 км. При выборе поставщика трансмиссии компания Porsche сделала выбор в пользу компании Ising. К слову, на Cayenne первого поколения устанавливали АКПП Ising TR-60SN. У нас есть обзор на эту коробку, так что советуем посмотреть, на этого неубиваемого монстра. Его устанавливали на базовый Cayenne второго поколения в первый год выпуска. А вообще всем Cayenne второго поколения досталась трансмиссия Ising TR-80SD, восьмиступенчатая. Очень надёжный, неубиваемый автомат. Ничего плохого про него сказать нельзя. Ходит по 300 000 км даже самыми лютыми Turbo S и способен пройти 500 000 км без капремонта с менее мощными моторами. Главное, меняйте в нём масло, фильтр, прокладку поддона на каждые 40-50 000 км и вы никогда не попадёте на капремонт трансмиссии. А сейчас мы отправляемся на СТО и расскажем вам подробнее про раздатки, подвеску и всё остальное. Напоминаем, что в «АвтоСтронге» есть двухколёсный бренд «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы с полным комплектом документов. Так что за мотоциклами обращайтесь только в «МотоСтронг». Все ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Мы с вами снова посещаем одну из станций самой крупной сети СТО на территории Беларуси – «Солид Автосервис». Сегодня это современно оборудованная станция «Римбат», город Минск. Обязательно подписывайтесь на страницу самой сети в Instagram и автоцентр «Римбат» и следите за их предложениями. Все ссылки и подробности в описании. На Porsche Cayenne второго поколения используются раздаточные коробки двух типов. На трёхлитровых дизелях и на гибридных версиях используется вот эта безмозглая раздаточная коробка с дифференциалом типа «Торсон». А на всех остальных версиях есть электронно-управляемая раздатка, которая подключает переднюю ось посредством многодисковых сцеплений. Это проблема, потому что сцепления изнашиваются уже к пробегу в 25 000 км, появляются характерные проскальзывания и толчки. Коробка умирает без каких-либо кодов неисправностей. При выборе поддержанного Cayenne надо обратить внимание на плавность ускорения на второй и третьей передачах. Не должно быть никаких рывков и посторонних шумов. Чтобы продлить жизнь раздатки, надо менять масло каждые 40-50 000 км. Сливное и заливное отверстие легко доступны. Ну а если дело дошло до замены раздатки, то ее надо менять задним карданным валом. Именно так делают по гарантии, потому что могут быть изношены его передние шлицы. Также не стоит использовать на бензиновых Cayenne шины неподходящего размера и даже с неравномерным износом. Раздатка также может напиться воды при форсировании глубоких луж. Только в 2017 году сапун раздатки был дополнен дыхательной трубкой, чтобы вода в нее не попала. Но все равно раздаточные коробки на Cayenne второго поколения подвержены износу. Добавим, что на Cayenne с раздаткой «Торсон» есть редкие случаи износа переднего редуктора. Износ проявляется в гуле и скрипе при движении с максимально повернутыми колесами. А вообще масло в раздатке и редукторе надо менять раз в 50 000 км. Почти все Porsche Cayenne сошли с конвейера с пневматической подвеской. Пневматика в них действительно шикарная. Она позволяет изменять характеристики сжатия от комфортных до максимально спортивно-жёстких и управляет дорожным просветом. Все узлы в пневматической подвеске очень надежны и ходят 100 000 км. Для этого инженеры придумали практически замкнутую систему, в которую закачан азот. Пока пневмобаллоны не начинают стравливать газ через уставшие уплотнения, эта система не засасывает воздух и влагу вместе с ним. Лет через восемь могут появляться утечки, которые проявляются в проседании одного из пневмобаллонов после ночной стоянки. В этом случае компрессор будет засасывать воздух снаружи. По сути, в этом ничего плохого нет, разве что в сильный мороз может замерзнуть блок клапанов пневмосистемы. А вообще лучше всего раз в два года проводить обслуживание пневмосистемы с выкачиванием азота, осушением и заправкой. Что делать со сдувшейся пневмой? Обычно устранить утечку удается заменой верхней опоры амортизатора и уплотнительного кольца под ним. В пневмоподвеске Porsche Cayenne отдельно детализируются следующие элементы – это пневмоэлемент, амортизатор и сопутствующие детали в виде уплотнений и пыльников. Один пневмобаллон стоит 800 долларов. На GTS-версию плюс еще 150 – амортизаторы по 640 долларов штука. Амортизаторы пассивной подвески дешевле – по 600 долларов за оригинал. Для задней подвески доступны неоригинальные амортизаторы по 160 долларов штука. В общем, если вы боитесь расходов на пневмоподвеску, то выбирайте вот такой Cayenne на пружинах. Porsche Cayenne второго поколения оснащался только гидравлической рулевой рейкой, но рулевая рейка может быть активной и пассивной. А если в автомобиле присутствуют активные стабилизаторы, то тогда в гидравлической системе насос тандемный, то есть он качает жидкость и в рейку, и в стабилизаторы. В принципе, в гидросистеме никаких проблем не возникает. С ремонтом рулевой рейки можно столкнуться, если вовремя не заменить прохудившиеся манжеты. Гидравлическую жидкость надо менять раз в 2-3 года. В запущенных случаях в бачках засоряются фильтры, и это приводит к ускоренному износу насоса. Дополнительно отметим, если рулевая рейка активная, то тогда жидкость надо менять вместе с бачком, потому что в бачке находится бумажный фильтр. Сайлентблоки и рычаги в целом подвески Porsche Cayenne служат примерно 150 000 км. Но первые стуки в подвеске могут появиться уже при пробеге 80 000 км. Это будут стучать изношенные втулки стабилизаторов. Оригинальная втулка стоит всего 10 долларов. Спереди по два рычага на каждое колесо. Сайлентблоки нижнего и нижняя опора амортизатора детализируются отдельно, а вот шаровые опоры отдельно от рычагов не существуют. Всевозможные производители предлагают оба рычага и сайлентблоки нижнего. Оригинальный рычаг стоит от 330 до 400 долларов за штуку. Задние колеса подвешены на четырех рычагах. Верхние тяги первыми просятся на замену. Здесь есть большой выбор – есть оригинал, есть неоригинал. А вот треугольный рычаг можно купить только под оригинальной маркой. Итак, Михаил продиагностировал наш автомобиль. Михаил, что скажете? Порше Каен – довольно надежный автомобиль. Редко приезжает к нам на ремонт. При смене резины проверили, люфтов не обнаружено. Повесим датчики, чтобы проверить углы. Если потребуется, сделаем развал схождения. Спасибо. Вот такой подробный обзор Порше Каен у нас сегодня получился. Что можно сказать? Действительно, по-немецки надежный автомобиль. Не капризный, но требует качественного и дорогого обслуживания. Чтобы мы и дальше пилили подробные и интересные видосы, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч к ресурсу вашего автомобиля. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».